Очень важно также понять, что победа над судьбой дают добрые люди. Вот когда тяжелая ситуация в жизни, если у тебя есть друзья, ты спасен. Понимаете? А если нет друзей, ищите друзей. Вы ищите астрологов, психологов, чтобы общаться. Почему человек идет поговорить? Он думает, что ему надо понять, что происходит. Ничего подобного. Человек идет поговорить, чтобы наполниться, ему не хватает сил. Так наполнитесь от друзей, от тех людей, которые реально вас любят. Не надо искать там каких-то непонятных консультантов. Нужны вы им сто лет, и вы нужны ваши деньги. А если вы хотите наполниться, идите к друзьям. Друзья вас наполнят. Вспомни, что есть верные друзья, найди своего верного друга. Боль уйдет, как талая вода. Ты реально почувствуешь облегчение. Если тебе плохо, ад станет раем. Благодаря тому, что ты контактируешь с друзьями. Нужны друзья. Добрые люди нужны. Добрый человек. Поговорить с ним в тот момент, когда тебе плохо. Иначе ты помрешь в этой энергии страданий. Ушел близкий человек, иди беги к добрым людям. У тебя нет сил жить. Почему? Потому что этот человек, который ушел из жизни, он будет забирать еще твои силы. Потому что у него переформировается психическое тело на новую жизнь. Это требует огромных ресурсов. У тебя из сердца просто вырывается счастье. Ты чувствуешь, что ты лишен счастья. Вроде бы ты так сильно не переживаешь за уход близко к человеку. Но как будто тебя пустошает внутри. Это значит, нужны друзья. Нужны добрые люди. Вот даже лекции. Допустим, слушайте лекции, чтобы силы шли оттуда. Не оставайтесь наедине с собой. Когда человек начинает думать о своей жизни, что ему плохо, он теряет себя, разрушает свою жизнь таким образом. Вырывайтесь от этого состояния замкнутости на себе. Иначе вы будете уничтожены судьбой. Вот так человек должен побеждать судьбу. То есть стресс побеждается с помощью отношений. С помощью вот этой вот силы, желания быть рядом с теми, кто тебя любит. Тебя всегда любит природа, но мы это забыли. Мы не понимаем. Дети понимают, маленькие, они орут. На улицу коляску вытаскиваешь, все, уснул. Почему? Потому что он чувствует природу. Не нужна природа. Собачки чувствуют. Допустим, в парк бегать, выходишь, там только женщины с колясками и собачками люди. Все, больше никого нет в парке. Потому что никто не чувствует энергию природы, кроме собачек и маленьких детей. Ну, еще пожилые люди ходят тоже с палочками. Потому что они чувствуют, что если не пройдут, то значит уже смерть. Они знают это, чувствуют, что надо идти, иначе смерть. И это правда, так оно и есть. Субтитры создавал DimaTorzok